итак четвертая комбинация наша она довольно сложная именно в плане психологическом так как здесь нужно сделать нырок скажем так и даже не сколько нырок сколько просто подсесть она применяется очень хорошо применяется от боковых ударов именно вот этих вот размашистых уличных ударов твоя задача подсесть пропустить удар над собой после этого удара противник всегда сто процентов он уходит на сторону в такую стойку то есть он валится немножко и наклоняется вперед то есть твоя задача подсесть заставить его наклониться сделать накладочку сверху руками прихватить за одежду или за голову сразу пробить колено в голову локоть сверху и потом уже за одежду скрутить то есть как это нарабатывается стену стену ты просто делаешь резкий подсед то есть как бы падаешь просто на ногах не просто приседаешь и наклоняешься а именно с ровным корпусом стараешься сесть на ногах что очень часто ребята хотят наклониться это неправильно тебя нет в равновесие ты сам пойдешь раньше чем противник тебя ударит или головой воткнешься в живот просто задача просто подсесть на ногах резко ты сел отсюда наложил раз локоть два и дернул за одежду то есть имитируешь как бы такую резкое рывковое движение на мешке тоже можешь отрабатывать просто колено и локоть сверху как это с напарником работать сейчас итак с напарником эта комбинация конечно жестко не наработается но тебе просто надо в голове включить этот момент работы захвата и сразу несколько ударов с толчком то есть думать некогда скажем так особенно если противником двое-трое он бьет боковой резко подсаживается противник пальца всегда он будет в таком положении а я когда поднимаюсь я остаюсь как бы сверху в доминирующей позиции отсюда я двумя руками прихвачиваю голову но лучше одной рукой смотить за одежду за футболку куртку неважно что-нибудь а второй загрузить голову чтобы он мог подняться и отсюда я как бы наклоняю голову и сразу пробиваю правое колено у меня задняя нога станция заряжена уже по удару и я пробиваю правое колено в нос подбородок неважно делая удар я уже его расслабляю и отсюда бью локтем по затылку обычно удара локтем по затылку с головой хватает чтобы человек поплыл однозначно если не потерял сознание то точно поплыл после этого удара когда он уже плывет я этой же рукой делаю захват за одежду и просто стягиваю его вниз на землю если противника вдвое-трое я дорабатываю один разочек ногой расслабляющий скажем так и работаю уже с другими если он один просто его успокаиваю и иду своей дорогой дальше еще раз твоя наработка как это все довольно быстро раз бам бам и стянули и с обратной стороны то есть с этой стороны подсел наложил сразу я встаю и я уже ищу за что схватить одежда голова колено бам локоть бам и уже отсюда просто двумя руками я его тяну как бы на себя он упадет однозначно потому что его положение у него корпус уже впереди то есть он уже валится сам у него нет устойчивости у него нет опорной ноги и он сразу летит уже вперед мне достаточно просто потянуть если это такой какой-то здоровый кабан да то есть я подсаживаюсь накладываю и чуть-чуть уже подтягиваю я ему пробиваю раз два если он какой-то здоровый мне достаточно просто сделать тайскую скрутку так называемую это подставить свою ногу под опорку то есть раз и ему вообще некуда дойти переступать вот это нарабатываю конечно такую комбинацию лучше всего нарабатывать с напарником чтобы он имитировал эти боковые удары а ты резкий подсед и сразу свою груднота тренируйся а и и и и и и и и и